Все. Ваше Преосвященство, благословите, дорогие отцы, братья, сестры, дети. Предлагаю вашему вниманию вторую часть житья преподобного отца нашего Паисия Величковского. С первых дней учебы в Киво-Могилянской Богоявленской Братской Академии Петр Величковский мечтал о монашеской жизни. После трех лет обучения он вернулся домой и сообщил матери о намерении оставить школу и уйти в монастырь. Намерение, которое мать не одобрила. После четвертого года обучения, чувствуя особое призвание, в 17 лет Паисия уходит из Академии, чтобы наконец осуществить свою тайную мечту – начать иноческую жизнь под руководством старца. Обращает на себя внимание великое дерзновение Петр, 17-летний юноша из знатной семьи потомственных священнослужителей, которому приготовлено место отца в соборе, становится одним из нищих странников, бродивших в то время по бесконечным просторам России и Молдавии в поисках истинного духовного руководства. Духовная жизнь после Петровской империи находилась в глубоком кризисе. Церковная реформа не пощадила никого. Начав с упразднения патриаршества, превратив священнослужителей в чиновничий класс, царь Петр I обрушился и на монахов. В стране резко сократилось число монастырей. Многие из них были отданы под казармы и дома инвалидов. К середине века иноческая жизнь, лишенная старческого руководства, совершенно оскудела даже в прославленных обителях. Еще в большем упадке находилась духовная жизнь Греции, включая святую гору Афон, обусловленную 376-летним, практически четырехвековым османским игом со времени захвата турками Константинополя с 1453 по 1829 годы. Османская империя тормозила социально-экономическое и политическое развитие. Полное бесправие граждан, неполноценность характеризовали положение греков во времена турецкого господства. Даже в официальных документах греки и другие христиане назывались портой райей, то есть стадом. Турки притесняли и греческую православную церковь. Священникам запрещалось носить наперстные кресты, обучать детей с новым верою своему родному языку, что пастри делали тайно, рискуя своей головой. Оставляя родной дом, академию, родину, спокойную, обеспеченную жизнь, обрекая себя на нищету и странничество, юный Петр ясно осознавал, что он делает. Он видел страшную силу мира и боялся, как бы этот мир не связал и не опутал его душу своими обычаями и требованиями, не угасил в нем остросвятого огня любви к Богу. Решительно и навсегда разрывая узы мира, Петр поступил по примеру святого Алексия, человека Божьего, в уверенности, что Господь не оставит его на этом пути, как он не оставил и святого Алексия, и что в душе его сторицу и возгорится тот огонь святой любви к Богу, который он сделал главной целью своей жизни. Когда Петр раздумывал, куда направить ему стопы, ему пришла в голову мысль посетить Чернигов. Движил тогда его духовный наставник иеросхимонах Пахомий. От него надеялся получить совет и благословение на дальнейший свой путь. Петр нашел себе попутчика одного из воспитанников академии, который собирался отправиться через Чернигов к своему отцу. Они нашли старика-лодочника, который согласился за некоторую плату довезти их водою до Чернигова, купив все необходимое для дороги, они двинулись в путь. Проплыв немного по Днепру, они вошли в Десну и, плавя вверх по течению, с большим трудом достигли через 10 дней небольшого города-остров. Плавание было сопряжено с большими лишениями, был уже октябрь, и время было суровое. Петр, не имея теплой одежды, дрожал от стужи, особенно когда шел дождь со снегом, и ветер пронизывал насквозь. С наступлением ночи путники вытаскивали свою лодку на берег, разводили огонь и отогревались, сколько могли. Но и тут Петру приходилось хуже всех. Не имея достаточно одежды, он, согреваясь с одной стороны, замерзал с другой, и, поворачивая всю ночь сбоку на бок, едва мог уснуть. Большим затруднением было для них и то, что все время приходилось плыть против течения и непрерывно работать веслами. Спутники Петра были сильнее его, Петр же от природы слабый, и с детства не знавших телесного труда работал сверх сил, отчего у него сильно болело все тело, особенно руки и ноги. До вершения трудностей лодка их была до такой степени мала, что едва выдерживала трех человек, поднимаясь над водой всего на три или четыре пальца. Когда же на реке начиналось волнение, вода заливала лодку, и нужно было ее непрерывно вычеркивать, чтобы не потонуть. Однажды они попали посреди реки на мелкое место, и лодка их едва не перевернулась. Они выскочили на песок и, стоя по колено в воде, удерживали лодку, выливая из нее воду. Вследствие быстроты течения песок ускользал из-под ног их и увлекал их с собой вниз по течению реки. Петр от испуга едва не лишился чувства, но кое-как с большими усилиями им удалось удержать лодку, и вы, лившие из нее воду, они снова продолжали свой путь. Из Чернигово, по совету отца Пахомия, Петр направился в Любичский монастырь, который находился недалеко от Любича, родины преподобного Антония Печорского, керасхимонаху и Акиму. Но по прошествии трех месяцев его жизни в монастыре, в связи с назначением нового настоятеля, Петру пришлось удалиться из монастыря. После скитаний по разным малороссийским обителям поступил Медведовский монастырь под Чигирином, в котором был в 1741 году в возрасте 19 лет пострижен Ресофор с именем Парфений. Однако носил в монашестве имя Платон из-за ошибки братья и монастыря, перепутавших имена двух одновременно принявших пострих послушников. После захвата Медведовского монастыря униатами перешел в Киев, где работал в типографии Киево-Печерской лавры, овладев там искусством чеканки по меди. Затем направился в Молдавлахию, где жил в монастыре святого Николая Три Стены, а вскоре перешел в скит Кырну. В молдавских монастырях всего пробыл около трех лет, подвязаясь под руководством известного отца молдавских пустынников и старцев преподобного Василия Поляномерульского, а также старцев Михаила и Ануфрия. Святой святителя Николая, именуемой Три Стены, Платон первый раз услышал молитвенное правило по чину святой Афонской горы, совершаемой с большим благовением и страхом Божиим. Однажды, когда вся братья должна была на несколько дней идти в лес на работу, начальник подозвал к себе Платона и велел ему в эти дни готовить пищу для братьев. Платон ужаснулся, сказал начальнику, что никогда не готовил и не умеет готовить обед. Тогда начальник пристал к нему одного брата, который должен бы рассказать ему, что нужно было делать. Платон по неопытности и от волнения перепутал все наставления брата. Когда кушанье стало кипеть, он хотел оставить его от огня, но по неловкости прокинул горшок, обжег себе руки и пролил все на пол. Со вздохами и слезами снова приготовил овощи, поставил горшок на огонь и стал опять варить кушанье. Между тем пришла из лесу братья и, видя, что обед не готов, очень огорчилась и сама доварила обед. А это повторялось не один раз. Когда начальник заметил, что Платон немного обучился поварскому искусству, он решил научить его печь хлебы. Поручил одному знающему брату, который подробно все объяснил Платону. Когда Платон сам стал местить, то заметил, что воды было мало, муки много. Не догадываясь, что нужно было подлить воды еще, Платон старался заместить всю муку, и тесто получилось такое крутое, что даже пальца нельзя было воткнуть в него. Между тем мука все еще оставалась в корыте. Тогда Платон стал резать тесто ножом на части, обсыпать их мукой и убить скалкой. И он добился, наконец, того, что муки уже не оставалось в корыте. Тогда Платон опять сложил все тесто в корыто и с большим трудом поставил корыто на печь, чтобы тесто поскорее взошло. Уже и полдень прошел. Из леса пришел один брат и узнал, готов ли хлеб. Платон со вздохом ответил ему, что тесто еще не всходит. Платон рассказал ему, как он готовил тесто. Брат улыбнулся и сказал, ах ты глупый, тебе следовало, когда ты увидел, что воды мало, подлить еще воды или отсыпать муки, а потом уже месить. Ну а дрожжи ты положил? Услышав этот вопрос, Платон вспыхнул от стыда и горя. Про дрожжи он совсем забыл. Брат сказал, не горюй, мы это поправим. Затем он подогрел воду, вылил ее в тесто и положил дрожжи, стал размешивать. Объяснив Платону, что делать дальше, брат ушел в лес. Через несколько времени Платон решил, что тесто уже взошло достаточно. Затем он посадил хлебы в печь, уверенный, что теперь все пойдет хорошо. Хлебы сразу почернели и пригорели сверху и снизу. Когда наконец братья пришла, Платон со стыдом упал к камехе и со слезами просил прощения. Начальники братья не стали укорять его и взяв один хлеб, разрезали его, но он оказался никуда не годным. Тогда они сварили мамалыгу, этим пообедали. Платона же уже не заставляли печь хлеба. Рассказав в своих записках об этих и других своих неудачах, преподобный Паисий прибавляет. Все это рассказал о себе с той целью, чтобы приходящие в наше общежитие не унывали, видя свою неопытность в каком-либо деле, и помнили, что при помощи Божией и при усердии они могут достигнуть успеха во всяком деле. Позже начальник скита назначил Платону новое послушание – стеречь скитский виноградник. Платон однажды так крепко заснул, что не слышал звонок за утренний, а день был воскресный. Когда он проснулся и пришел в церковь, то оказалось, что уже прочитали Евангелие и начали петь канон. От стыда Платон не посмел войти в церковь и, горько плача, вернулся назад в свою келью. Не пошел он и к литургии, отойдя подальше от своей кельи, сидел на земле и плакал. Когда отошла литургия, наступило время трапезы, старец и начальник и братья, заметив отсутствие Платона в церкви, чего раньше никогда не бывало, удивляясь этому, наконец старец сказал отцы и братья, прошу вас ради Господа потиркнем немного с трапезой, пока узнаем, что сделать с братом нашим Платоном. Это час послал одного из монаха Афанасия, который с трудом отыскал плачущего Платона. Афанасий стал утешать его, уговорить успокоиться и идти с ним в скит к братьям, которые без Платона не хочут начинать трапезу. Платон сквозь слезы отвечал, как же я пойду к святым отцам и с каким лицом я покажусь им после такого великого греха на вечное мое посрамление перед Богом и перед людьми. Платон шел, обливаясь слезами. Когда же пришел в скит и увидел старца и братьев, сидящих за трапезой и ожидающих его прибытия, он со стыдом трепетом упал на землю и рыдал неутешно. Тогда велели Платону сесть вместе с ними. Платон же от великого стыда и горя не мог ничего есть и только по окончанию трапезы съел немного хлеба. Когда после трапезы Платон ушел к себе, старец Михаил, обращаясь к братьям, особенно молодым, сказал, видите, какую ревность и какую жгучую скорбь проявил этот юный брат. Да будет он вам всем примером усердного посещения церковного правила. Неволе пришлось ему пропустить молитвы, как он опечалился, как горько оскорбил и плакал. Он даже и хлеба лишил себя. И света солнечного не хотел видеть от великой болезни и сокрушения сердца. Молитесь и вы от всей души, дадаст Господь и вам такую же ревность и печаль огненную по Боге. С этих пор до конца своего пребывания в скиту Платон никогда не ложился для сна на кровать, но сидя на скамейке засыпал. В течение семи лет в святых обителях Малороссии и Молдавлахии Платон приобретает начальный опыт монашеской жизни и прилагая усилия о подвигах строгого поста, малоспаяния, столпничества. В 1746 году в нем уже сложилось твердое решение переселиться на Афон. Он сам объясняет свои решения тем, что он опасался, как бы молдавские старцы не посвятили его против его воли в сан священника, ужасавший его своей высотой и ответственностью. Нельзя не видеть в этом действия промысла Божия. Господу угодно было подвергнуть будущего великого старца тяжкому испытанию бедственной и уединенной жизни на Афоне и там же положить начало своему общежительному братству. Афонская гора с ее вековыми преданиями, с ее суровой и величественной природой, высокими подвижническими примерами и хранилищами святоотеческой письменности явилась для нее привлекательным местом для нового периода его жизни. «Господь сделал его подражателем преподобного Антония Печерского, подобного ему малороссиянина. И как преподобный Антоний странствуя пришел во святую гору Афонскую, где принял и святой ангельский образ, и пожил там много лет, и сподобился великих дарований духовных, и был потом возвращен в свое отечество, чтобы и здесь насадить и умножить монашеское жительство, так и блаженный Паисий, обогатившись небесным богатством, обратился туда, откуда и вышел, в Молдавию, да обновит обвечавший монашеский чин, да восстановит падшее общее житие и насадит в нем приблаженное послушание, просветив учением своим во тьме не видне сидящих, разумит исправлением и новым переводом злеческого языка на свой отеческих и богословских книг. 24-летний отец Платон совершает путешествие на святую гору Афон-Грецию, куда он и его спутники, ремонах Трифон, прибыли 4 июля 1746 года в канун памяти преподобного Афанасия Афонского. Отдохнув в несколько дней лаврии преподобного Афанасия, отец Платон и его спутник отправились в дальнейший путь на север к монастырю Пантократор, около которого проживали, как им было известно, из Савянского племени. Путь Пантократор трудный, горестый и каменистый. Вскоре по выходе из лаврии от сильного зноя они вспотели. Потные расположились на отдых в лесу на холодных камнях, потом пили холодную воду и в один день схватили жестокую афонскую лихорадку. Больные пришли не в Пантократор, где отыскали своих братьев. Те обрадовались землякам, думая, что они заболели от плавания по морю, и придал сперва значения их болезни. Но когда узнали, что странники заболели на Афоне, то испугались, уверенные в их неизбежной смерти. Они стали растирать больных горячим спиртом, и после долгих усилий едва оттерли Платона. И романаха же Трифона не смогли спасти. Он скончался на третий день после своего прибытия в монастырь. Платона заставляли против воли принимать пищу и пить вино. От непривычки к вину его вырвало. Его снова заставили пить вино, его снова вырвало. Эта рвота для него была спасительна. Через несколько дней он совершенно оправился от болезни и поселился в одной из кири недалеко от братьев. Понемногу Платон стал знакомиться с соседними обителями. Испытав великую радость и соприкосновение с древними святынями Афона, Платон вскоре пережил и огромное разочарование. Святая гора уже была не тем царством духа, о котором мечтал юный инок. Афон находился в владениях инославных турков, которые всячески притесняли монахов, из-за чего монастыри беднели и входили в неоплатные долги. Монахи расходились из своих обителей. Многие с богатой монашеской традицией было утеряно. Он обходил окрестных монахов и пустынников, желая найти себе духовного наставника, сведущего в отеческих писаниях и живущих в безмолвии и нищете. Но такого наставника он не смог найти, и Платону пришлось жить в одиночестве. Когда началось самое трудное время жизни Платона, это было время крайней нищеты, беспомощности, тяжелой внутренней борьбы и многих слез. Четыре года прожил Платон в таком положении, в эти годы превратили робкого и застенчивого юношу в опытного сильного мужа. Платон проводил свое время в постоянном чтении и пении псалмов, в изучении священного писания, творения святых отцов и в сердечной молитве. Он старался укоренить в себе глубокое смирение, постоянное самокорение, сокрушение сердца, обильные слезы, любовь к Богу и ближнему памяти смерти. Впоследствии он писал об этом времени. «Когда я пришел во Святую Гору из моего православного Отечества, я находился в такой нищете, что не мог уплатить три гроша долгу, пришедшим со мной братьям. При моей телесной немощи я поддерживал мое бедственное существование одними подаяниями. Если бы только святые ци славянского племени, находившиеся на Святой Горе, не помогали мне, никак не мог бы здесь существовать. Много раз зимой ходил я босиком без рубашки, и такое существование продолжалось до четырех лет. Когда мне приходилось или от лавры, или от хелиндаря, доползлить до бедной маяки, или с подаяниями, или из лесу принести дрова, или сделать какое-нибудь другое тяжелое дело, тогда я по два и по три дня лежал как расслабленный. Его утешением и путеводной звездой становятся рукописи свято-этических писаний, которые он находит в монастырьских библиотеках болгарских и сербских обителей. Питывая себя от их древних подвижников, Платон постепенно превращается в мудрого наставника. В начале 1750 года прибыл на Афон нам известный отец молдавских пустынников и старцев преподобный Василий Поляномерульский. Прибытие на Афон старца Василия имело для Платона большое значение. Найдя блаженного Платона, беседовав с ним несколько дней и ночей, старец объяснил ему опасность его удиненного безмолвия и указал ему необходимость общежительного пути для новоначальника-подвижника. Все монашеское жительство, говорил он, разделяется на три вида. Первый – общество. Второй, именуемый царским или средним путем, когда поселившись вдвоем или втроем имеет общее имущество, общую пищу и одежду, общий труд и рокоделие, общую заботу и средства к существованию и, отвергая во всем свою волю, повинуются друг другу в страхе Божьем и любви. Третий вид – уединенное отшельничество, пригодное только для совершенных и святых мужей. В настоящее же время некоторые, вопреки писаниям отцов, изобрели себе четвертый вид или чин монашества. Строят каждый свою келью, где вздумается, живут уединенно, предпочитая каждый свою волю и самостоятельно заботясь о средствах существования. В повидимости они упадутся отшельникам, а в действительности являются самочинниками, мешающими своему собственному спасению, ибо избрали путь жизни не по своей мере и росту. Кто со вниманием просмотрит книгу святого Григория Синаита, найдет, что называется там самочинием. Именно это уединение и необщительное самовольное проживание. Лучше, живя вместе с братом, познавать свою немощь и свою меру, каяться им, молиться перед Господом и очищаться вседневной благодатью их Христовой, нежели, нося в себе тщеславие самомнение, с лукавством прикрывать их и питать уединенным жительством, которого и следа, по слову лестничника, им нельзя видеть вследствие их страстности. И великий в Арсенофии говорит, что преждевременное безмолвие бывает причиной высокоумия. По просьбе Платона старец постриг его в мантию с наречением ему имени Паисия. Ему в Атаре было 28 лет. Спустя три месяца, после пострижения Паисия в мантию, к нему пришел из Молдавлахи юный монах Виссарион и стал со слезами просить его дать ему наставление для спасения души, указать ему опытного в духовной жизни руководителя. Глубоко вздохнув, Паисий заплакал и немного помолчав, молясь, внутренне сказал, брат, ты вынуждаешь меня говорить о печальных вещах, ты причиняешь боль моему скорбному сердцу. Я сам, как и ты, с великим усердием искал наставника себе и не нашел. От этого я испытывал, да и теперь испытываю великую скорбь, потому что чувствую тебе, видя тебя охваченной крайней печалью, скажу тебе немного по силе моего слабого разума. Спасение души, о котором ты меня спрашиваешь, не может быть достигнуто без помощи истинного духовного наставника, который и сам понуждает себя жить по заповедям Божьим, согласно слову Господа, и же сотворит, и научит сии вели наречиться. И действительно, как можно вести кого-нибудь по тому пути, по которому сам не ходил. И многое говорил ему еще отец Паисий. Виссарион упал к ногам Паисия и стал слезами молить его принять к себе ученики. Паисий был глубоко смущен этой просьбой. Он желал бы и сам сделаться учеником, если бы только мог найти для себя опытного руководителя. Три дня неотступно просил Виссарион Паисия позволить ему жить с ним. Промутый, наконец, слезами и смирением Виссариона, Паисий уступил и согласился принять его к себе, но не как ученика, а как друга, чтобы вместе идти средним путем, открывая друг другу волю Божию. Кому Бог подаст большее разумение в Священном Писании, побуждая друг друга к исполнению заповедей Божьих и на все доброе, отсекая друг перед другом свою волю и рассуждения, повинуясь друг другу во всем душе полезным, имея одну душу и одно желание, имея общим все необходимое для существования. Исполнила всегдашное желание Паисия срительствовать с единомысленным братом во взаимной любви и послушании. Наставникам, же руководителям своими имели священные писания и учения святых и богоносных отцов. Так они стали жить в глубоком мире, духом горя каждый день, полагая новое начало своего духовного возрастания. По прошествии четырех лет к ним стали присоединяться новые подвижники, желавшие жить под руководством Паисия. Паисий долго отказывался, указано то, что руководить другими есть дело совершенных и бесстрастных, а он и немощен, и молод, и страстен. Однако, побуждаемый их неотступным просьбами, а также просьбами брата Виссариона, окажавшегося очень братолюбивым, Паисий уступил и против своей воли стал приматителем, полагаясь на всемогущие промыслы Божьи. Жизнь их была очень трудная. Ради крайней нашей нужды хотели все рассыпаться, если бы всепримилостивый Христос Господь не крепил на Свою благодать в смирении, в терпении, в любви к Богу друг к другу по заповеди Христовой. Претерпевать этим все наши трудности, преодолевать, рассказывал старец Паисий. В течение времени явилась крайняя нужда в освященнике и духовнике. Согласившись между собою, братья стали умолять своего старца быть для них и священниками, и духовником. Паисий и слышать об этом не хотел, говоря, что из-за этого он и из Молдавлахи ушел. Но чем больше он отказывался, тем больше братья со слезами его умоляла, падала к ногам его и приводила многие основательные причины своего желания. Особенно они указывали ему на то, что, исповедующие других духовников, они получают от них советы, не согласные с теми, какие дают им старец. От этого они весьма расстраиваются своими душами. Просьбам братья присоединились и некоторые старейшие отцы Святой Горы. Они уговаривали Паисия не отказываться, ибо это может имениться ему в прислушании. Паисий покорился общему желанию и сказал со слезами, «Да будет воля Божия». Рукоположение Паисия состоялось в 1758 году на 36-м году его жизни. Будучи иереем, преподобный Паисий никогда не смог, не мог совершать святую ритургию без слез. Сопоставляя славянские рукописи разного времени, Паисий обнаружил в текстах массу неточностей, что привело его в недоумение. Пытаясь снести необходимые поправки в славянские рукописи по другим славянским рукописям, Паисий вскоре поставил бесполезный труд. Он понял, что в деле исправления древних славянских переводов святоотеческих писаний ему нужны греческие оригиналы, но их нет ни в одной из известных библиотек Афона. Старец Паисий ясно осознавал, что без опоры на святоотеческий и духовный опыт идти незаблудным путем к спасению и вести за собой многочисленную братью, верившуюся ему, не представлялось возможным. Тогда подвижник обращается к Богу с пламенной молитвой, и Господь пришел на помощь. Неожиданно в отдаленном ските во имя святителя Василия Великого отец Паисий обнаруживает множество греческих первоисточников. Радость обретения бесценных сокровищ оказалась столь велика, что никакие бытовые трудности не смогли поколебать решимости Паисия, собирать древнегреческие рукописи святительских писаний и идти вглубь духовного опыта древних отцов Восточной Церкви. Братья с благословения патриарха цареградского Серафима приселились в скит монастыря Пантократа. Этот скит стал, по примеру, других национальных на фоне монастырей обителью малоросов. Здесь находили упокоение выходцы из Афорожской Сечи и других мест Украины. Старец Паисий за сто лет предсказал славу этого скита. Со временем будет скиту другой Паисий и при нем обитель устроится, возвеличится и прославится. Родчество осуществилось в середине девятнадцатого века при игуменстве Паисия II. В Линьской обители было установлено общежитие, которое, по примеру святых отцов преподобный Паисию подавлял страстям Господним или земному небу, посреди которого насаждено Богом древо жизни треблаженное послушание. Афонская пустына общежительное пребывание преподобного Паисия длилось 17 лет, испытывая многократные притеснения от сострен турецких чиновников, которые, значительно повышая арендную плату, доводили монастырь до долгов и разорения. Когда турки за старые долги Илинского скитана насильно изъяли все финансовые накопления братства и узнав о новом повышении арендной платы, отец Паисий принял мужественное решение вернуться в Молдавию. Переселение старца Паисия в Молдавлахию оказалось очень полезным для его дела. Если бы старец продолжал жить на Афоне, то, во-первых, прекратился бы рост его братства за недостатком помещений и средств существования. Во-вторых, оно не могло бы иметь такого широкого влияния на духовную жизнь в православном монашестве Молдавии и в России. Жизнь Паисия в Молдавии была подобна жизни деревца в небольшом и тесном питомнике. Деревца выросла уже настолько, что ему не хватало пищи в его помещении, но нуждалась в пересадке в более просторное и удобное для него место. Это место оно нашло для себя Молдавлахи. Приготовившись к отъезду, старец Паисий нанял два корабля, на котором отправились в путь 64 человека. Метрополит Молдавии продушно встретил переселенцев, предоставив Паисию уникальную возможность организовать свой монастырь в Драгомирне, в богохранимой православной земле Молдавлахи, которая в те времена была прибежищем монашествующих со всех окрестных стран. Это время закрытия монастырей в России, ведения штатов и униата католического наступления на православных юго-западных славян. В новом месте все радует вдохновлять 42-летнего подвижника. В монастыре Святого Духа, живописно расположенного в Карпатских горах, Паисий написал устав, в котором мирно соседствует жизнь трудолюбивая и жизнь созерцательная. Так Паисий поставил последнюю точку в мучительном и трагическом споре стяжателей и нестяжателей, приведшим к XVI веку, к разгрому старчества, последствия которых были сокрушительными для всей монашеской духовной жизни России. Восхищаясь устройством монашеской жизни в греческом монастыре Симона Нового, Богослова, погружаясь в богатейший духовный опыт русского старца Нила Сорского, Отец Паисий сделал главный упор на внутреннем устроении души каждого инока. Он непристално делился с учениками своими молитвенным опытом. После вечерней трапезы вел беседы с братьями, читал им и комментировал святоотеческие труды. Старец исправляет старые славянские переводы святоотеческих писаний и вновь переводит некоторые из них с древнегреческого языка. Со временем он организовал настоящую переводческую школу, плодом работ которой явились переводы многих святых отцов на славянские и румынские языки, разошедшиеся в многочисленных списках по обителям Молдавии, Румынии, Украины, России и Афона. Постепенно огромной совместными усилиями составилась целая библиотека, наиболее известным трудом которой явился сборник древних отцов церкви, филокалия, более известный на русском языке как добротолюбие. До конца своей жизни Паиси не прекращал переводческого труда, хотя трижды ему приходилось начинать свою деятельность на новом месте. Начавшаяся русско-турецкая война и переход Драгомирского монастыря вместе частью Карпатого владения католической Австрией вынудили монахов покинуть любимую обитель и переселиться в Секульский монастырь. Когда число братьев в новом монастыре достигло 300 человек, живший в крайней нищете и стеснений и не было возможности принять новых братьев, правитель Молдавии принудил Паиси вновь приехать. Старец всю жизнь стремившийся к уединению со слезами на глазах навсегда покинул эту тихую обитель. Последние 15 лет он прожил в самом большом и знаменитом молдавском Няминском монастыре, который сравнивают с Троицей Сергиевой Лаврой. Тысяча монахов, многочисленные мастерские, сельхозяйственные угодья, больницы, дом для паломников – таково новое обширное хозяйство настоятеля и очень непросто управлять таким монастырем, а тем более довести его до идеаловной жизни. Но Паисий был уже не одинок. Рядом с ним находились его многочисленные ученики, ставшие опытными наставниками. Всего к концу земной жизни под духовным окормлением старца Паисия в разных обителях и скептах было около пяти тысяч братьев. 15-го по старому, 28-го по новому стилю, 1794-го года, на 72-м году старец тихо скончался и назвал своего преемника, ибо знал, что преемников будет много. Многочисленные ученики и сподвижники старца понесли живую веру во многие монастыри Молдавии, Украины, России, Греции. Более ста русских монастырей возродились активной монашеской жизни. Поднялись и достигли расцвета древней северной обители Валаам и Коневец. Прослались на всю страну Оптина и Глинская пустынь. Возродилась троица Сергиева Лавра. Восстанавливая утраченные традиции конца 20-го века, 288-го году, спустя 200 лет, причислила старца Паисия к лику святых. Преподобный Паисий вновь вошел в жизнь современного монашества, повторяя за спасителя вечные слова. Просите, дано будет вам, и чтите, и обрящите, стучите, и отворят вам. Болитвами преподобного ца нашего Паисия, Господи, помилуй нас. Благодарю за внимание, простите, благословите. Отец Виктор, в свою очередь благодарим за интересный рассказ. Опять для меня почти все было новое. Мы сейчас с вами, отцы, братья, сестры, увидели, что самое главное это вот внутреннее духовное делание, богатство, содержание, и это дает возможность такому широкому развитию, распространению влияния. Также мы помним, что в 14 веке преподобный Сергий, будучи отроком, еще ушел, называли в пустыне, но это физически это был лес пустой от людей, и подвязался сам, стяжал благодать Стага Духа, и очень много принес плодов. ученики преподобного Сергия и их преемники создали более 150 монастырей, это в основном на Северо-Восток уходили. Но потом, как вы правильно сказали, после Петровского время было оскудение, когда Петр I решил, что нужно из Святой Руси сделать великую Россию, он не знал, в чем истинная миссия России, в чем истинная сила ее, и за счет духовных сил пытался приобрести все материальное, максимум душевное, то есть искусство, это был максимум мечтаний. И поэтому подточил дерево русского благочестия, и мы вот видели, что будущий старец Паисия обошел многие монастыри, но нигде не нашел глубокой духовной жизни. Поэтому видите, даже на Афон пришел и там все выразилось. Но это избранник был Божий особый, он пошел особым путем, не имея старца, видите, он взял себе в старца своего друга Сатаинника, и взаимно друг для друга были старцами. Но таких людей сам Господь вразумляет, и мы видим, какие плоды, удивительно, в таких стесненных условиях, сначала под Игом турок, потом в непростых условиях на Карпатах, видите, Астра Венгрия заняло, потом в Нямецкий переместился. По-моему, в Нямецком монастыре было две тысячи монахов, но, видимо, еще другие обители окормлялись, у преподобного Паисия всего пять тысяч при его жизни было учеников, представляете, большое количество. Ну, где-то я читал, что над ним многие ученики видели сияние славы, два луча от его головы возосились на небо. Это видимое проявление духовной жизни, действие Иисусовой молитвы, и вы сказали, что вот, конечно же, самые известные плоды, это для нас Оптина пустынь, Глинская пустынь, более сокровенная, но еще и Саровские старцы, наставники преподобного Серхима тоже были учениками, учеников старца Паисия. Ну, а последние ветви, вот мы знаем, в советское время еще жили, митрополит Зиновий, остальные глинские старцы, а также преподобный Севастьян Карагандинский, это все, можно сказать, потомки преподобного Паисия. Вот насколько большое влияние, видите, от одного человека. Вот, какое он имел благоговение, какое он имел рвение к молитве, к чистоте сердца, это такие большие плоды. И хочется сказать, что нам, конечно, не до больших подвигов уже, но я все время хочу донести до наших священников, батюшек, что, в первую очередь, молитва, и на основе этого только можно что-то построить. и все наши мероприятия, все наши проекты, они должны закончиться, такой плод иметь, что люди, к которым мы обращаемся через эти проекты и мероприятия, ну, в итоге пришли наиспать к священнику и получали у него духовное руководство. А священники, в свою очередь, чтобы берегли каждую душу, каждого человека, который к ним приходит для окормления. И старались и себя будем очищать, и о таких людях тоже заботиться со смирением. Вот. Но с Божьей помощью стараться помогать. Благодарим. Владыка, вы еще говорили по погребению священников, да, скажите? Да, это можно без записи. Все завершаем.